Добрый день. Я хотел бы начать свой доклад с эпиграфа, который вы уже знаете, поскольку вчера... Как здесь нажимать-то? На право? На лево? Поскольку вчера, значит, Сергей Борисович Малых, его уже упоминал, это фраза знаменитая Льва Николаевича Толстого. От пятилетнего ребенка до меня только шаг от новорожденного до пятилетнего. Страшное расстояние. Ну, в частности, я этот эпиграф использовал и в своей книге. Наверное, некоторые ее видели. «Социология дошкольного детства». Я буду опираться на данные, которые в этой книге приведены. Но я дополнил этот эпиграф еще двумя. Я хочу научиться рисовать так, как дети Пабло Пикассо. И «Мама, смотри, кораблик купается» — это Корней Иванович Чуковский из книги «От двух до пяти». С чем связаны эти два дополнения к основному эпиграфу? Да, действительно, вот база развития человека, она складывается в дошкольном детстве. Да. И то, что мы приращиваем в течение всей нашей жизни, о чем писал Толстой, это так немного по сравнению с этим мощным периодом становления человека, выделывания его, что это все теряется. Хотя жизнь долгая, после пяти лет, но прибавляется, как ни странно, в психологии развития не так уж и много. Это мысль Толстого. А вот чем, что добавляет к этому Пикассо? Я хочу научиться рисовать, как дети. А вот это вот этот творческий потенциал, детство, которое в это время мощно выражается у ребенка. Это творческая активность и смелость. Ребенок смел в этом возрасте, если он не задавлен. Если мы даем ему возможность проявлять свою активность и эту смелость. Это, мне кажется, фундаментальный момент. Творческость и смелость, готовность к жизни, готовность к ее освоению. Как Василий Васильевич Давыдов в своей книжке говорил, используя цитату тоже из Достоевского, личностью надо выдеваться. Вот мы должны, мне кажется, вот это выделывание, эту активность человека иметь в виду, когда говорим о этом очень тонком возрасте дошкольного детства. И второе, вот то, на что обратил внимание Корней Иванович Чуковский. Мама, смотри, кораблик купается. Да, это была ситуация, девочка стояла на берегу моря и увидела корабль, который в море. Она говорит, мама, смотри, кораблик купается. Вот здесь этот такой момент вообще характерный, мне кажется, для нас, взрослых, должен быть. Это любование детством. Это любование этим периодом, когда проявление неожиданное ребенка, то, что связано с тем, как он видит мир, как этот мир странен для него. Что это такое? Это устранение. Мир странен в этом возрасте. И вот не разрушить эту готовность к странности мира, мне кажется, это тоже очень важный такой момент, когда мы говорим о дошкольном детстве. Но это все лирика. Теперь про социологию образования. Что это такое социология дошкольного детства? О чем здесь разговор? Но вообще, дошкольное детство социологии не избавлено в нашей стране. Исследований репрезентативных, крупных, немного. В отличие от исследований школьников, учителей и других участников образовательного процесса, про дошкольников таких крупных исследований немного. Мне кажется, это большая наша беда. И вот я постараюсь какие-то моменты здесь прояснить и прояснить свой подход. Значит, для социологии очень важна идея функций социальных. Какие социальные функции реализует образование? Это сохранение и трансляция культуры и передача ее новому поколению. Это социализация, освоение норм, правил, проживание. Вот все, что мы пишем о важности проживания каждого возрастного этапа. Вот это и есть социализация, если мы говорим в логике культурно-исторического подхода, в логике Льва Семеновича Выгодского, Владимира, значит, Александра Владимировича Запорожца и других. Это вот полноценность проживания, культурного проживания сообразно каждому возрастному периоду. Это задача социологии, вот отследить, насколько это происходит. Третья важная функция – это функция, ну, такой социальной мобильности, социальной дифференциации. И это очень важный момент, он, мне кажется, практически не затрагивается в исследованиях по дошкольному детству. Это проблема социального неравенства. Она когда наступает? Не только же при окончании школы или во время обучения школьного, и не во взрослой жизни. Она вот, с моей точки зрения, уже начинает реализовываться и осуществляться на первых этапах вхождения ребенка в жизнь. И это, мне кажется, тоже очень важный момент. Это проблема неравенства, демократизации, доступности, справедливости и так далее. Вот, может быть, в своем докладе я основной акцент буду делать вот на этих сюжетах. Теперь еще одна важная вещь. Вот, Александр Романович Лурия писал, что функция формирует для себя орган. Значит, сначала, как бы, в генезисе у нас появляются функции, а потом в мозгу образуются те зоны, которые отвечают за реализацию этих функций. Поскольку я слышал его в лекции, не всегда внимательно, не понимая, будучи студентом, кто нам читает лекции, и позволял быть себе невнимательным, но потом я прочитал практически то же самое у Эмилии Дюргейма, великого французского социолога. Говоря о социальной реальности, он то же самое говорил. Социальная функция рождает орган. Что это социология? Это институты социальные. Вот они и есть те органы, которые реализуют эти функции. Теперь возвращаясь, значит, в дошкольном детстве у нас есть, как бы, два этих мощных социальных института. Система дошкольного образования и семьи. И вот насколько они реализуют эти функции, взаимодействуют по реализации этих функций, это и есть, собственно, предмет социологии дошкольного детства. Теперь, значит, на левую, да, надо нажимать, я забыл. На левую, да? Вот это материалы нескольких исследований социологических, в которых мы опрашивали. Тут в Выборге представлены родители, воспитатели детских садов, а в некоторых даже были вот в первом, 97-го года, мы проводили интервью с детьми, тестировали и так далее. Теперь, вот результаты, значит, будет три части. Одна будет в докладе связана с удовлетворенностью родителей системой дошкольного воспитания. Вторая часть будет связана с ситуацией семейного воспитания. И третья часть, если на нее останется время, будет связана с социальными стратегиями родительского воспитания. Вот эти три части я быстро попытаюсь рассказать. Вот мы задавали такой вопрос. Чем Вы руководствуетесь, определяя для себя выбор детского сада? Доминирует, как Вы видите на слайде, территориальная расположенность детского сада от дома. Это доминантно. Поэтому сегодня возникают сложные проблемы, связанные с укроплением, переструктуризацией системы дошкольных образовательных учреждений. Насколько они отвечают тем потребностям родителей, которые сложились в ситуации расселения и доступности образовательных учреждений для того, чтобы отдать ребенка в детский сад. На втором месте это профессиональный уровень воспитателей. На третьем 26% это хорошая материально-техническая база. Вот заметьте, что, по сути дела, эти функции, если за 10 лет сравнить, 97 и 2007 год, то, по сути дела, они очень близки друг к другу данным. А вот следующий момент – это экспериментальная нестандартная программа обучения. Сегодня, как важный для себя момент, это отмечает 8%. 10 лет назад 22% родителей обращали внимание, что для них важна именно нестандартность и экспериментальность программы обучения. Мне представляется, это очень важный момент, связанный и с введением стандарта в системе дошкольного воспитания, и этой общей идеологии на сдачу потом ЕГЭ и всего этого, значит, дела, связанного с формальными критериями. Но мне кажется, этот сдвиг отказа семьи от, значит, ну не отказа полностью, от явного снижения семьи на ориентацию каких-то инновационных программ развития в системе дошкольного воспитания, это очень важный и серьезный звонок, позволяющий говорить об определенных напряжениях между инновационными тенденциями, идущими со стороны преподавателей и воспитателей в системе, да, и той, вроде бы, отстраненностью семьи от этих тенденций, связанных с инновационной активностью педагогов. И второй момент, на который я хотел бы здесь обратить внимание, это вот, там уже совсем, вроде бы, небольшие проценты, вот наличие дополнительных услуг, возможность устроить ребенка в престижную школу после детского сада. Здесь, смотрите, интересный момент. В среднем это данные 3,2%, но если мы берем высокообеспеченных родителей, то там это значимо, это называют каждый восьмой уже из родителей, идею устройства после детского сада ребенка в престижную школу. Значит, вот этот вот момент системы дошкольного воспитания, как продвижение социальной дифференциации и стратификации, он оказывается очень важен для представителей сильных социальных групп, предоставить своему ребенку возможности такого социального продвижения в будущем в системе образования. Это данные о информации. Значит, вот информация о детском саде, здесь, конечно, вот программа интересует, режим работы и профессиональная квалификация педагогов. Это становится тем гидром, на который родители интересуются, получая информацию о детском саде. И в то же время вот слева стрелочкой я вынес слабообеспеченные слои и одиноких матерей. Вот отношение к программе и содержанию программы дошкольного воспитания, они оказываются более чувствительны и для них она более важна. С моей точки зрения я это интерпретирую как надежду на то, что качественное содержание образования даст их ребенку возможность осуществить вертикальную социальную мобильность впоследствии и в будущем. Вот слабые социальные группы, они возлагают на систему государственного образования особые надежды как возможность вот этого социального лифта, который дает систему дошкольного воспитания. Удовлетворенность. У нас были несколько вопросов, связанные с удовлетворенностью. В принципе, если смотреть на эти данные, картина вполне благополучна. Подавляющее большинство вполне удовлетворены качеством системы дошкольного образования. 84%. Не устраивает лишь 2,5%. С отдельными недостатками каждой восьмой. Но давайте посмотрим на эти данные более внимательно. Вот это отдельные аспекты содержания ребенка в детском саду. Условия пребывания. Санитарно-гигиенические, качество работы педагога, качество питания, качество медицинских услуг, материальная оснащенность. По пятибалльной шкале все это оценивается тоже вполне позитивно. Это оценки более 4 баллов. Но теперь давайте на нижний ряд посмотрим. Зеленым цветом это слабо обеспеченные, а розовым это сильно обеспеченные. Мне кажется, здесь мы имеем дело с какой-то странной, парадоксальной ситуацией. Высоко обеспеченные слои гораздо более удовлетворены качеству содержания ребенка в системе дошкольного воспитания. Я хочу подчеркнуть, что мы проводили опрос, вот этих двух тысяч родителей проводили опрос в системе государственных детских садов. Значит, существуют какие-то, как интерпретировать эти данные? Значит, существуют какие-то социальные механизмы, когда в системе государственного дошкольного воспитания сильные социальные группы имеют возможность предоставить своим детям более хорошие условия и услуги по содержанию ребенка в системе дошкольного воспитания. Я не хочу политизировать свой доклад, но мне кажется, это очень серьезный звонок, очень серьезный сигнал для разговора о доступности качественного образования дошкольного для слабых социальных групп в сегодняшней реальной ситуации. Отношение к содержанию образования. Практически, да, я понимаю, практически ситуация та же, да, тоже позитивно, но если мы возьмем вот этот следующий график, то тенденции опять те же самые, сильные. И вот обратите внимание на этот зеленый, вот нижнюю стройскую развитие рейси, обучение грамоте, формирование представлений о природе, физической культуре и так далее. По развитию ребенка и по содержанию опять сильные слои оказываются более удовлетворены, чем слои славы. Значит, не только условия содержания, но и качество образования, которые получаются. То есть, вывод тот же. Теперь, значит, поскольку время нас пожелает, что что дает ребенку детский сад? Ну вот, это с возрастом пребывания ребенка в детском саду оценки в более старшей возрастной группе оказываются более выражены, более позитивно относятся к развитию ребенка в старшем звене, в предшкольном возрасте, а в младшей группе, вот это раннее детство, 1-5-3 года, здесь оценки существенно ниже по типу развития ребенка. И в этом отношении, мне кажется, вот идея, ведь это сложнейший переход в систему детского сада, когда, грубо говоря, ясельные группы, да, они оказались включены в систему дошкольного воспитания. Это возраст ясельный, по старой нашей традиции, по старой системе. Вот здесь неразработанность программ работы для раннего детства, она родителями фиксируется, и здесь, мне кажется, очень серьезная проблема именно выстраивания системы дошкольного образования, как бы сдвиг на раннее детство, где требуется много, вот, приложить усилий для качественного содержания образования. Владимир Самонович, мы приносим свои извинения, но время... Да, последний мне вот... Все, интересно. ...покажу и ухожу. Ну вот песни все та же. Значит, это вот малообеспеченные и высокообеспеченные слои. Ну вот, посмотрите, две первых колонки. Умственное развитие, интеллектуальное по видам образования. Это значит малообеспеченные и высокообеспеченные. Развитие, различия существенные в том, что более сильные группы видят здесь более позитивные результаты в развитии своего ребенка. Но в то же время, вот последний... Если мы перейдем на ту последнюю линию, значит, там вот уровень образования, значит, среднее образование и высшее. И здесь картина другая. И это очень важный момент. Когда мы говорим материальная обеспеченность, как фактор, и когда мы говорим уровень образования, они работают вроде противоположным образом. То есть более образованные социальные группы оказываются более критичны и более требовательны к содержанию образования. Поскольку мне уже два раза сказали, что я занимаю много времени, я думал, что не хватит на третью часть, но не хватает и на вторую. Поэтому я здесь прервусь, но скажу так, что прерываюсь. Одна вещь для меня все-таки важная, я до нее достучусь, минуя все эти дела, а на последнее становлюсь. Вот. Значит, помимо семьи, значит, все про семью в этой книге, там все есть, которые я показывал. Вот этот момент, мне кажется, важен. Потому что там мы вводили представление о стратегиях, родительских стратегиях воспитания, опираясь на идею Петра Яковлевича Гальперина, ориентировочно планирующие фазы, исполнительные и контрольные. В результате мы сделали такой факторный анализ этих результатов, стратегии родителей, который позволил выделить вот два таких мощных фактора. Это, значит, ориентация на ось ординат, это ориентация на внутренний мир ребенка и прагматические ориентации родителей. А ось апсис, горизонтальная, это когнитивная модель контроля и эмоциональная включенность. Почему я хочу этим закончить и вот забираю время у Николая Евгеньевича, как я понимаю. Значит, почему? Потому что здесь есть сравнение одиноких матерей и замужних матерей. И вообще, идея полнота семьи как особой ситуации воспитания ребенка дошкольников в ситуации полной и неполной семьи. Вот обратите внимание, что мамы девочек замужние и мамы матери замужние, они лежат вот в этом квадранте верхнем вот левом. Что это означает? Это, что они ориентированы на внутренний мир ребенка и на эмоциональную включенность при взаимодействии с ним. Отцы, они сориентированы на противоположный как бы квадрант, который связан с прагматической ориентацией и когнитивным контролем за поведением ребенка. Это две противоположных стратегии воспитания. И в этом отношении можно говорить, что в полной семье реализуется принцип дополнительности стратегий, ориентированных на гендерной основе. Отцы реализуют одну стратегию по отношению к ребенку, а матери реализуют другую стратегию. В результате ребенок оказывается вот в такой системе дополнительного контроля или там социализации или системе взаимоотношений, которые дополняются вот с учетом гендерного. Теперь обратите внимание, вот матери незамужней мальчиков и незамужней девочек, они лежат совсем в другом пространстве. Они ориентированы на прагматические ценности, да, и на эмоциональную включенность. То есть у них деформирована традиционная материнская позиция, и они как бы деформация этой позиции играют совершенно другую социальную ситуацию развития ребенка в неполной семье. Этот момент, мне кажется, тоже необходимо учитывать, когда мы говорим о вызовах к системе дошкольного воспитания. Рост семей с неполных при отсутствии отца требует определенный вызов к системе дополнительного дошкольного воспитания, потому что она должна дополнить вот эту сложившуюся ситуацию. Извините. Благодарим вас за интересный доклад.